На календаре 11 день осени. 11 сентября 1737 года основатель крепости Ставрополь-на-Волге Василий Татищев подписал указ построить в городе госпиталь с лабораторией и аптекарским огородом. Доктору в то время полагалось жалование 200 рублей в год, 60 соток пашни и 30 соток выпаса для содержания домашнего скота. На свои 16 рублей в месяц первые врачи жили, надо полагать, безбедно. Овца в ту пору стоила 30 копеек, коровы 80, лошадь чуть больше рубля, а пуд волжской рыбы можно было купить всего за 5 копеек. В Ставрополе-на-Волге работали многие известные доктора, например, выдающийся врач 19 века Евграф Осипов. Именно он разработал основные принципы организации местной земской медицины. В 1872 году здесь жила и помогала врачам делать прививки против оспы известная революционерка Софья Перовская. А молодой фельдшер больницы Василий Баныкин стал первым председателем городского совета. Его имя по сей день носит больница в центре города Тольятти. Учителя в тот же день, 11 сентября, только в 1883 году, собрались на педагогический совет. Он прошел в Самарском реальном училище. На заседании были названы фамилии лучших учеников. Награда первой степени досталась ученику второго класса Глебу Коржановскому, будущему известному академику, председателю Государственной комиссии по электрификации России. Тольятти-картинг сегодня как одно целое. Всероссийские соревнования по одному из массовых видов автомобильного спорта на Кубок Автоваза уже стали традиционными. А первые гонки стартовали 11 сентября 1976 года. Тогда в Куйбышевской области открылись первые всесоюзные соревнования по картингу. У Иосифа Кобзона сегодня день рождения. Мэтру отечественной эстрады, народному артисту Советского Союза, исполнилось 76 лет. Он, без преувеличения, певец эпоха. Сегодня, 11 сентября, поздравление с днем рождения принимает Ольга Самарцева, заслуженная артистка России, ведущая актриса Тольяттинского драмтеатра «Колесо». История знает немало знаменитых Иванов. Мореплаватель Иван Крузенштерн, живописец Иван Айвазовский, писатель Иван Бунин. Продолжать можно долго. А если коротко, сегодня у всех Иванов день ангела. С этого дня начинается пост. Поэтому в народном календаре 11 сентября носит название Иван Постный. В тему дня рождались поговорки. С постного Ивана не выходит мужик без кафтана. Иван Постный – осень и отец крестный. Иван Постный пришел, лето красное увел. Вы смотрели «Календарь губернии». Всего доброго!